Шизофрения Я часто вижу людей, которые сбиты с толку от слова, от названия шизофрения. Многим людям кажется, что под этим диагнозом, этим словом скрывается нечто страшное, можно сказать некий монстр, которого они боятся. Потому что шизофрения это тяжелое психическое расстройство. И это расстройство влияет на то, как человек думает, чувствует и как он себя ведет в социуме. И это и меняет его жизнь. Можно сказать, что это заболевание исключает человека из социума. Человек остается один со своей проблемой. Представьте себе ситуацию. Вы идете по улице. И вдруг на автобусной остановке вы видите девушку, которая вся в слезах, плачет. Ну, одета она неплохо, но она просто рыдает. Вы подойдете. Вы спросите, что случилось. Она скажет, что от нее ушел парень. Что-то случилось в ней в жизни такое необъяснимо тяжелое. И вы с радостью можете оказать помощь этой девушке. Вы проводите ее до больницы. Или, в принципе, поможете связаться с ее родными. Даже на ее слова, что она больше жить не хочет, вы тоже среагируете нормально. И у вас вызовет ощущение внутри жалости, что я очень хочу помочь этому человеку. Но давайте представим другую ситуацию. Вы идете по улице. И на автобусной остановке вы видите человека, слегка неаккуратно одетого, смотрящего в одну точку, повторяющего слова, одинаковые, одни за другим. Вы будете очень аккуратно подходить к этому месту. Даже если вам нужно подождать свой автобус, вы будете оглядываться и смотреть, чтобы он не подошел к вам. А если вдруг такое случится, этот человек подойдет к вам и начнет говорить о том, что ему нужна помощь, что кто-то читает его мысли, что в его голове находится чип, который контролирует его, то вы вскочите в первый попавшийся автобус, который подойдет на остановку. Вы не захотите ему помогать. В таком случае люди шизофрении остаются одни. Одни на этой остановке. Люди проходят, уезжают. И никто, абсолютно никто им не помогает. Мы привыкли видеть таких людей странными. Даже каждого человека, я бы сказала, большинства людей пугает состояние, когда, например, их знакомый или родной можно сказать теряет рассудок, когда ведет не так, как он обычно себя ведет. И в этой ситуации мы видим этих нерашливых людей, которые говорят не в попад, которые, можно сказать, произносят такой словесный салат, невозможно понять. И мы не знаем, что ожидать от такого человека. И особенно он говорит странные вещи, когда по его телу что-то ползает. Или ему говорят какие-то странные вещи, мысли вселяют, которые говорят, что нужно что-то делать, что кто-то хочет кого-то убить и нужно от этого защититься. Или он говорит о том, что он Бог. И на него наложена какая-то миссия, которую он должен выполнить. Мы такими видим людей шизофрении. А как на самом деле происходит у них внутри? Что с ними происходит? Давайте сегодня разбираться. Мы рассмотрим симптомы шизофрении. И начнем мы с того, что мы будем рассматривать не просто симптомы, а категории симптомов. У этого заболевания есть несколько групп симптомов. Это положительные симптомы. Положительные симптомы – это галлюцинации и бред. Вторая группа – это негативные симптомы. Это снижение потери нормальных функций и эмоциональной реакции человека. Третья группа симптомов – это дезорганизационные. Это скачкообразное мышление, прищудливое поведение. То, что сказал, это словесный салат, который возникает у человека. И четвертая группа – это когнитивная группа. Когнитивная – это когда у человека с заболеванием шизофрения снижается память, способность анализировать информацию, а также решать повседневные проблемы. У больных шизофрении может встречаться симптом из одной группы, а может из двух одновременно сразу же. И давайте начнем сначала, рассмотрим положительные симптомы. Положительные симптомы знаком «плюс» – это не обозначает, что они положительные, они хорошие для человека. Это говорит о том, что они в поведении присутствуют плюсом к обычному нормальному поведению. Поэтому они называются положительными. Здесь у нас входит в эту группу – это галлюцинации и бред. Первое, давайте рассмотрим бред. Бред – это убеждение человека о том, что вера в какую-то определенную мысль. Но она не является подтвержденной кем-либо. Например, если человек думает о том, что он великий шахматист, он играет в шахматы, и он считает, что он лучший в этом мире. Это не заблуждение, это субъективное мнение. Но если человек говорит о том, что в его голову силен чип, и кто-то контролирует его мысли о том, что, например, ФСБ или ФБР контролируют его мысли, ему дают какую-то задачу. Люди шизофрении считают, что они могут считать, что их, например, пытали, мучили, что их преследуют, их кто-то обманывает, что они считают, что, например, когда они видят программу на телевидении, что ведущий обращается лично к ним, и он дает им какие-то команды. Также они могут считать, что окружающие могут считывать мысли, они могут контролировать их мысли, или, например, какую-то определенную идею они могут всаживать им в голову с помощью определенной силы. Что касается галлюцинаций, это ощущения, которых и нет на самом деле. Чаще всего люди с шизофренией испытывают слуховые галлюцинации. Примерно 50% людей, которые поставлены диагноз шизофрении, имеют слуховые галлюцинации. Также могут иметь визуальные галлюцинации, и немножко меньше это тактильные и чувствительные галлюцинации. Люди с шизофренией боятся, испытывают страх перед галлюцинациями. Они пугаются этих симптомов. В принципе, они стараются от них избавиться, можно так сказать, или стараются не слышать. Иногда не могут закрывать себе уши для того, чтобы не слышать. Они ощущают, что, например, голосовые галлюцинации, они по-настоящему. Например, как вы слышите меня сейчас, или вы слышите друга, который сидит рядом и рассказывает вам какую-то историю. Они также слышат эти голоса очень ярко. Например, если девушка, которая болеет шизофренией, проходит по парку, то она может слышать четко, например, оскорбительные какие-то слова. Например, ей скажут слово «дура». И она будет смотреть по сторонам, и ей будет казаться, что вот рядом прохожая пара назвала это слово. Она может подходить и спрашивать, это вы мне сказали, это вы меня оскорбляете. Мы разобрались с положительными симптомами, а теперь давайте рассмотрим отрицательные симптомы. Если в случае положительных симптомов мы видим, что у человека будут добавляться симптомы поведения, что плюсом будет он видеть, слышать или что-то больше чувствовать. В случае отрицательных симптомов мы видим, что у человека будет отсутствовать какие-то черты в поведении, то есть уменьшаться. Здесь мы будем видеть в этих симптомах, в этой группе симптомов, то, что человек может, например, сидеть неподвижно, можно так сказать, что смотреть, например, в одну точку, то есть уменьшается его активность, у него будет присутствовать бедность речи, его предложения могут быть очень краткими, небольшими, он может путать разные слова и предложения. Например, если вы зададите какой-нибудь вопрос, что, например, какой сейчас день, то он может сказать, что они с мамой ходили в кино, но при этом вы это не спрашивали. И часто может перескакивать с одной мысли на другую. У пациента будет наблюдаться ангидония, то есть отсутствие интереса к видам деятельности, любому виду деятельности, то есть интереса он будет не проявлять, а в принципе, можно сказать, у него будет узкий интерес в основном, но какими-то заниматься мелкими задачами, но и в принципе как ничем не заниматься, можно так сказать. И, соответственно, человек такой будет антисоциален, потому что у него отсутствие интереса в принципе к определенным социальным занятиям будет, ну и взаимоотношения с окружающими, его тоже будет не интересовать. Тем более, что если у человека будет слуховые галлюцинации, то в принципе он будет стараться закрыться от этого, чтобы кто-то, вот еще какого-то человека не услышать какие-то слова. Каждый из вас периодически может чувствовать отсутствие желания, общения с кем-либо, или интереса, заниматься какими-то задачами, но отличие с человеком, у которого поставлен диагноз шизофрения, будет в том, что вы будете видеть свое будущее, вы будете, можно сказать, планировать, но на данный момент у вас не будет силы, не будет интереса, или в принципе не будет мотивации, но по факту вы, можно сказать, что вы видите свое будущее. Человек с шизофренией не видит своего будущего. Можно сказать, что он попадает в некую такую бумажную коробку, где есть одна стена бумажная, вторая, третья, четвертая, и это происходит у него в мозгу, то есть он внутри ощущает, что вот я вижу вот это, и я больше ничего не вижу. Ощущение, можно сказать, такой закругленности определенного замкнутого пространства. И поэтому у него не возникает каких-то идей о будущем, то, что зачем вот там делать, зачем я пойду, буду общаться, потому что я его не вижу. В основном это не то, что я не вижу, как при депрессии. Я не вижу своего будущего, потому что у меня здесь больно, вот болит у меня на душе, а я не вижу, потому что этого нет у меня в голове, его нет просто. Что касается дезорганизационных симптомов, то эти симптомы будут включать в себя это расстройство мышления и аномальное поведение. Люди шизофрении часто могут показывать поведение ребячества, могут показывать, в принципе, не соблюдать правила гигиены, вы часто можете увидеть, что человек может выглядеть неряшливо, например, нерасчесанные волосы, не будет никакой там прически, то есть это неаккуратный человек. Ну, в принципе, еще он может быть в состоянии кататонии, когда человек находится неподвижно, длительное время, несколько, например, по времени часов, находится, смотря в одну точку, неподвижно. Можно сказать, такое деревянное состояние, когда вы не сможете его сдвинуть, даже если вы будете начинать говорить какие-то слова или будете пытаться отвлечь, все равно не будет получаться, стимулировать для человека к изменению его поведения. И последнее, это когнитивный дефицит. Мы будем видеть, что это неспособность понимания окружающих, это, например, сложность выполнения простых задач, например, помыть посуду, разобраться в шкафу, для них это будет сложно, потому что они будут этого не понимать, как нужно делать и что нужно делать. В принципе, понимание социального взаимодействия тоже будет теряться. У них часто может теряться то, что непонимание, кто вы или кто, например, человек, кто с ним разговаривает. Потому что, если, например, будет разговаривать врач, они могут вести себя достаточно не по-взрослому. И поэтому часто бывает, что даже между собой люди, которые могут находиться уже в стационаре, они также могут вести себя, как двое детей, или, например, может человек взрослый с медсестрой как-то вести себя там пальчиком, потрогать медсестру, как бы поиграя с ней. Хотя вот такое поведение, в принципе, оно свойственно людям, которые больны шизофренией. Также у них будет уменьшаться скорость обработки информации. В принципе, то, что будет им даваться какие-то задачи, они будут не выполнять. Часто когнитивное нарушение приводит к инвалидности людей с шизофренией. Потому что они не способны самостоятельно быть, жить в обществе. Сегодня мы с вами разобрались во всех группах симптомов. Если у вас возникнут вопросы, то вы можете их написать в комментариях. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Субтитры сделал DimaTorzok